Сегодня мы хотим познакомить вас со старинным городом на западе Беларуси, Брестом. Он является уникальным местом, где переплетаются культуры и эпохи. Этот город не только хранит память о прошлом, но и продолжает развиваться как важный культурный и транспортный центр, привлекая путешественников своим богатым наследием, живописными пейзажами и гостеприимством. Сюда приезжают, чтобы посетить легендарную Брестскую крепость и пятый форт, увидеть самую сказочную в стране профессию, подышать свежим воздухом и понаблюдать за краснокнижными зубрами в заповеднике Беловежская пуща. Пережив немало нашествий и две мировые войны, город утратил многие памятники своей истории, но те, что сохранились, привлекают путешественников со всего мира. Если вы решили посетить Брест и Брестскую крепость, то мы надеемся, что наш видеоролик поможет вам лучше познакомиться с этим великолепным городом и его достопримечательностью. Желаем вам приятного просмотра. Сорок утра, погода немножко испортилась. В городе нас тоже провожал дождик. Сейчас мы ждем такси и едем, чтобы оставить наши вещи и побеждать заселения. У нас снова утренний обход. Так как мы приехали слишком рано, мы долгое время ходили и искали место для завтрака. А в отличие от Гродно, здесь большинство кафе открываются с 10 часов утра. Красивые кадры. Все, что хочет, как бы, вот огольки, пожалуйста. Ручка, вот лодочка, рыбка. Все к столу. Белалка и печь. Снимать не будем, сказал. Почему не будем? Будем? Это фонарь, который играет на скрипке, что ли? А, это фонарь портной. Вау. В смысле, они все разные? Конечно. Нелва. Нелва. Эйва. Итак, ну что, мы уже заселились в Бресте в нашу квартиру на Советской. Тут меня встречает такой вот мужчина. Не золотой, ой, не золотой, не зеленый человечек, а просто золотой. Не буду целовать. Так, вот она комната. У нас первый этаж. Огромный. Телевизор. Вот такие вот два слона. Огромный диван для того, чтобы смотреть здесь разные... Зачем нам в кино идти? Вот. И включил, и все. Вот такое зонирование. Кровать. Постельная, кстати, впервые, обратите внимание, светлая. Хотя на всех съемных квартирах, в которых мы до этого жили, она была темная. Вот такой вот у нас свит. Там сразу справа у нас располагается отцом. И прямо за уголочком улица Советская. Идем дальше, вот, чтобы вы понимали размер. Здесь у нас кровать, да, диван, прихожая. Такой вот королевский, королевский стиль. Здесь у нас шкаф для одежды. Я подумала, ты что-то другое делаешь. Везде такие включатели, такие вот. Оп, оп. Такая кухонка. Плита, ножи. Ты посмотри, кстати, встроенная техника. Мы можем выпекать. Будем печь пирог сегодня, нет? Ну, в общем, можно испечь пирог. Здесь что-то еще сделать. Это для посуды. И идем сюда. Здесь у нас гигантские стулья. Просто сними меня на фоне стильны на этом гигантском стуле. Он шатается, что ли? Ну, это вот сюда вот ставится. Он шатается. Он шатается. Будьте аккуратны. Так, здесь у нас палочок. Всякой вот палочок. Куда вид? Никуда. А, ну, вид во двор. Ну, не страшно. Мы туда смотреть не будем. В общем, вот такая квартира. Сколько она обошлась нам за три ночи? Сергушка. Давай переводить сразу в русские. А, ванну не показала. Тут вот такой у нас, как бы, я не знаю, что это. Такой вот эффект интересный. Ванна. Полотенце. Стиралка. 7800. Вау, смотри, зеркало какое. Прикольно. Так, ну и, соответственно, душ. Без музыки, но душ. Итак, сколько? Так, три. Это три ночи у нас. Да, три ночи. В центре Бреста. Мы ждем. Идем, 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 идем. Ну что? Просто умножь на три. Две шестьсот. Две шестьсот за одну ночь? За ночь. Фига, я молодец. Под этим видео мы оставим промо-код и ссылочку на его активацию. Путешествуйте, красиво вместе с нами. Это Миша, это просто бутылки. Зачем? Тут со свечами вот такие. Он сделает. Там тоже есть что-то. Бля, ключи. Все, мы пошли мыться. А, нет, не включим. Все. Мы не устали мыться. А ты показала вам, да? Мы не устали, Андрад. Ты показала вам все? Да, что там такое? Такое все. Да, а вот еще есть тут. А после того, как заселились, мы практически сразу пошли гулять. Мы сейчас с вами находимся на улице Советской. И сзади нас расположены фонари, которые аналогичны с теми, которые были установлены в Брест-Литовске. На тот момент еще 150 лет назад. В 2009 году возродили очень интересную традицию. Ежедневно фонарщик зажигает вручную 17 фонарей. Откуда вообще это пошло? Однажды городоначальник Брест-Литовска, возвращаясь вечером из трактира. Ну, вы понимаете, да? Было темно, он из трактира веселый. Он не увидел столб в темноте и в него врезался. И после этой забавной ситуации, как говорят, что именно это сподвигло, начали зажигать вручную фонари. Вот. И сегодня мы с вами увидим этого фонарщика, который без отпуска ежедневно зажигает их и фотографируется с гостями города. Да. Мы сейчас ждем его, как раз он сейчас будет. Я думаю, минут через 10 уже осталось. Вот я так. Начнет с этих фонарей. С этого фонаря, да? Ну, да, да. Вон, воприналя, да. То есть он вручную, получается, ставит лестницу, пробирается через ступеньки, зажигает назад и так 17 раз. Вот. Мы прыжки специально посмотреть и живем, кстати, в доме. Покажем, там, Одесса, мама. Это советская 124. 114. 114. И это место прямо у фонаря, ой, прямо у столба со временем сажения фонарей. Вот как-то так. В конце его покажем. Ну, там, да. Тут рядом прям. Начала играть музыка. Наверное, ты знал, что скоро идет фонарщик. Ну, мы как-нибудь. Молодец. Ищем глазами фонарщика. Вообще, конечно, классный такой шелк. Едет на машине. Неверальный. Не, на самом деле, еще через 3 минуты, по идее, он будет. С нами сидит золотой мужик. Не, он меня не встал. Так улыбается, смотрит. А он очень доброжелательный, я слышал. Да? Да. Ну, да. Ох ты. Какая прелесть. Тут сейчас по ней ровно. Надо встать. Музыка такая. Ты фоткаешь? Ты самая романтичная работа в мире. Толпа идет дальше за ним. Толпа идет дальше за ним. Просто вся толпа идет за ним. Такая необычная. Вообще, процесс такой необычный. Хотя раньше, 100 лет назад, ничего необычного. Да, кстати, в Англии так же было, вроде, да? Выключать? Нет, конечно, мы до конца снимаем. Полный процесс. До конца снимать? Ну да, и людей, которые... Так он все больше и больше людей собирает. Да, 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 да. Там носительная фотка не у нас нет? Местная звезда, по сути, получается. Просто там ничего не дает. Ну, прохода не дает, наверное. Он просто так приходит куда-то. Я вас фотографировала. Вот, сейчас будет все позже. Что будет? Спасибо за свет. Да, Буди, спасибо мне. Родится ее 30 лет. Он 30 лет уже собирает? Ого. Он человек, который 30 лет за каждый вечер. Давайте себе похлопаем. 30 лет. 30 лет, обалдеть. Куда он пошел? За кофейку он зашел. 30 лет. Его выбрали специально. Был очень большой конкурс. Он электромонтер. Да, и 30 лет он подбедает эту праздницу. Я думаю, что он за мной. Угу. А кто? Это вы достопримечательны. Многие приезжают сюда, чтобы посмотреть на настоящих фонарщиков. Мы спрашивали его, почему именно вас выбрали. Он говорит, не знаю, наверное, я похож на фонарщиков, которых показывают сказки. Ну да. Да, да. Такой очень доброжелательный. Он похож на сказки. Надо успеть все делать. Пока тут. Людей все больше. Давай я тебя сфотографирую. Хорошо, хорошо. Давай. Играем. Мы специально сняли поближе, чтобы я далеко не вернусь. Нет. Людей вон там вот, кстати, говорят. Это же с Харнады снимать. Юрки, с Харнады. Да. Это же с Харнады. Фото тайм, да. Я тоже хочу. Ой, а что, со всеми? Со всеми фоткаться? Мы там там. Группа, группа. А, это группа? Да. Это группа. Короче, я говорю, группа, группа. Это все трудно. Не поотрывайте пуговицы. На, давай сюда. Вот именно на этих часах всегда указано время, когда фональщик приходит зажигать фонари. Ну, а мы идем дальше. Фотографию мы уже сделали. И выгодите на петеретах. Так. Так. Сжигает. Фонарь. Последний на сегодня. Продолжение следует... Последний фонарь! Последний фонарь! Ой, это самая милая работа в мире, наверное. Очень романтично, все люди улыбаются, кто на небо сможет. И мы тоже идем и улыбаемся. Да. Здравствуйте. Что ты не мой лапушок, а я не твоя света. Что любви у нашей села, что батарейка. Ой, я ее, 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 батарейка. Мы сегодня приехали в Брестскую крепость, и этот выпуск будет посвящен именно ей. Высеченный потихонечной звездой. Это подставить можно будет. Брестская крепость, опирается на откос крепостного вала, частично нависая на дни. Полированный темный гранит на стенах прохода придает особый колорит к руинам Казима. Казахстан. Хрена. Фига себе. Это что, летают снаряды? Да, да, да. Мурашки. Прям мазучка снарядов. Вот это атмосфера, да? У меня мурашки. У меня мурашки. А, это часть крепости, да? Удресской. Я надеюсь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну да, после просмотра фильма Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, я надеюсь, что нам все это раскроется Вообще крепость очень большая У нас здесь маршрут на сегодня на 7,7 км То есть он рассчитан на достаточно длительное проведение Чтобы со смыслом все осмотреть, изучить и, соответственно, понять Так, сейчас мы идем к моменту жажда Так, идем дальше туда уже, да? Да-да-да Там обходить не будем? Нам назад надо вернуться Там еще вроде есть вход Но там вроде тропинка какая-то только Так, идем дальше А это какой-то? А это какой-то? А это какой-то? А это какой-то? Без пахнет! А какой-то? Мам! Ты что? Параховый клуб Маш, от тебя... Какой-то с тобой! Субтитры делал DimaTorzok В основе ее лежит реальный человек Вячеслав Мемелья. Солдат из последних сил, сжимая в руках каску, пытался добраться до воды, чтобы принести своим сослуживцам, детям и ранее. Вот и смысл скульптурной композиции жажды. Сейчас мы с вами находимся в руинах Белого дворца. Именно здесь был подписан Брестский договор о мире. В ходе боев 1941 года дворец был разрушен. В послевоенное время в самом здании и возле него нашли останки более 130 человек. При строительстве мемориала и консервации руин в 1968 году была разобрана часть фундамента здания, выходившая на площадь церемониалов. Стены подвалов имеют выбоины в кирпичной кладке, а в двух подвальных помещениях восточной части здания сохранились руины в сводчатых бетонных перекрытиях. Ну, в принципе, здесь мы спустились по лестнице. Вот они, по-моему, часы прикрытили. Да. И вот. Ну, в целом, тут находиться как-то жутковато. Слушай, я, наверное, думаю, что нужно еще вечером сюда прийти, в том, чтобы они здесь специально свет подставили. Да, да. То есть очень сложно. Ну, это недалеко находится, в принципе, от центра города. Поэтому нужно будет прийти. Самое популярное, ну, в дороге, чего мы сюда ехали, это вот это место. Да, Брестская крепость. Музей обороны является одним из самых примечательных и посещаемых во всем мемориальном комплексе Брестская крепость Герой. Куда мы с вами сейчас и отправимся. Нам была дурка, но мы не пали духом и умираем как Герой. Эту надпись вы увидите на дороге. И сейчас вас приглашаю туда подняться для того, чтобы ознакомиться с историей крепости. Разрешите. В город Брест-Литовск, который находился на этом месте до строительства крепости, тем временем был перенесен на 2 километра восточную. На кирпичах находится гравировка с датой его изготовления. А также такой кирпич был особо прочным, потому что в его состав добавлять могли кварцевый песок. При взаимодействии с огнем такой кирпич не крошился, а плавился. Это вы увидите далее в одном из залах нашего музея. В черном был, наверное, да? В черном был, видите? Да, мы увидели. На еще одной картине Мартина Залесского представлена уже построенная двухэтажная оборонительная казарма, река Западный Волг, а также подвесной мост. Который был одним из самых красивых мостов Российской империи в тот период. Фионы этого моста когда-то были украшены вот такими различными предметами, военной амуницией и маскаронами. Но этот величественный мост до наших дней не сохранился. И что же представляла собой крепость во второй половине XIX века, рассказывает Маккей. Значит, крепость была оборонительной системой, состоящей из четырех островов. Мы сейчас с вами находимся на центральном острове. Он также называется Цитады. На северо-востоке располагается Кобринское укрепление, на юге Волынское. И западный остров получил название Тереспольское укрепление. Вот на сегодняшний день за этим островом, за водяным рвом и располагается республика Польша. Да, да? Так близко. Значит, дополнительной защитой вся крепость была обнесена рвом, который наполнили водой земляной насыпью высотой около 10 лет. Я думаю, вы это заметили, когда заходили в крепость. Кстати, заходили вы через какого-то? Через везду. Через везду. Его построили после войны. Он сейчас располагается ниже цифры 1. То есть, примерно так, через Кобринское укрепление на центральном острове мы пришли. А пятый форт, получается, где тогда находится? Пятый форт находится вне крепости. Я понял, что вне. Отсюда, если смотреть, это он... Давайте я закручу макет и расскажу. Это все предполагает рассказ. А, все отлично. Значит, центральный остров был самой укрепленной частью крепости, потому что вокруг него была построена двухэтажная сомкнутая казань. Мы с вами в этой части, между цифрой 4 и 5. И так как этот остров был образован путем слияния рек, Муховиц и Западный Булк, то выйти из этого острова можно было через мосты. Вот этот мост, который на картине. А перед мостами находились ворота. И вот на сегодняшний день сохранилось двое ворот цифровей. По цифре 1 – Холмский, самая известная. И сохранились ворота по цифре 2 – Тереспольский. Во второй половине 19 века уже потребовалась модернизация крепости. В крепости проводились работы по утолщению земляного вала, а также были построены два таких укрепления – Западный форт и Восточный форт. Но крепость модернизировали не только на самом территории, а еще и из вне. И вот как раз тут будет этот форт. Добро пожаловать. А так на проекте укрепления крепости она обозначена черным цветом. Вокруг нее сначала была построена первая линия фортов, зеленым цветом обозначена. И вот как раз форт номер 5 относится к первой линии. Он находится на расстоянии 3,5-4 км от крепости. И там сегодня также открыта уникальная экспозиция. А вторую линию потопа, которая оранжевым цветом обозначена, ее строили уже на дальнем расстоянии – 6-7 км. Также дополнительно для того, чтобы крепость укрепить. Но модернизация крепости была прервана началом Первой мировой войны. Несмотря на то, что крепость могла накануне войны выдержать осаду от 6 до 8 месяцев, вскоре из-за быстрого падения в границах русских крепостей, Верховное командование приняло решение из крепости эвакуировать гарнизон. И поэтому вам приходилось к перемену. Основной причиной стало стремлением Польши восстановить свою территорию границах Печи-Поспалитной. Она закончилась в 1921 году под писанием Нижского мирного договора, главным пунктом которого стал пункт о границе. Граница в СССР прошла в 30 км западней города Минска. То есть современные территории Брестской области, Громницкой, части Минской и Витебской с населением свыше 4-х миллионов человек, эти территории стали частью Польши. И назывались они тогда «Усходные окрессы». Значит, в тот период на тех землях происходило распространение польского языка и культуры, обучение в школах велось на польском языке. В польской армии могло служить и местное население, а то, как был результат в польской армии, дает представление формы капитана, образца 1939 года. 1 сентября 1939 года Германия напала на пулу и вижу немецких часовок. Нарушители на комендатуру водят почти что каждый день. Накануне войны в крепости находились еще на части 4-го дни западного военного округа и проживали здесь около 300 семьей командировки. Женые командиры в своих письмах родные, они также отразили в том, что они смогут сына куваживая родителям 11.11.41 года. Правда, очень неспокойная обстановка, очень задумывалась о войне. Да, видимо, скоро придется воевать. Много здесь придется оставить. Будешь бежать от этих ужасов и спасать жизнь. И не дай Боже, хоть бы нас не втянули в этот патрон. Но Мария Константиновна и ее двухлетний сын Валерик в 1942 году были расстреляны немецко-фашистскими захватчиками. Накануне войны вечером 21 июня житель Польши Иосиф Максимович Боденский переплыл реку в Западный Волг и сообщил пограничникам о том, что готовится нападение на Советский Союз. Правительство Советского Союза слух о готовящейся нападении опровергало. Свидетельством тому является сообщение ТАСС от 13 июня, в котором говорится о том, что эти слухи являются неуклюже состряпанной пропагандой враждебных СССР и Германии сил. Тем не менее, 22 июня без огня войны был найден на Терестовском укреплении крепости. Чем он так важен? Тем, что его стрелки остановились около 4 часов утра, практически тогда, когда началось это страшное войне. Четыре утра? Да, четыре утра. Над нами находятся бомбы и свастика. Это сильный, агрессивный противник. Обратите внимание, война раздевала в вашей жизни людей на дом и после, поэтому в центре зала на Чёрном укреплении предлагается трагическая дата. И сейчас в инструкции. Начинать с этой части зала, все Чёрное. Чёрный цвет. Эта фирма приходит теперь на Чёрном фоне, что говорит о том, что они либо погибли, либо пропадали. Безвости в ходе этой страшной войны. Но в этой войне страдало вообще всё живое и всякий город. Такая часть обгорелого дерева после войны была найдена на Волынском укреплении крепости. Оно также пострадало. Оно является немым свидетелем ракедии. И тем временем, пока в крепости и на приграничных территориях и строчке, наше дело правило. Право будет разбитое. Победа будет за мной. И, конечно, вскоре вся страна встала на своем углу против. Слушай, это чем-то сейчас похоже на то, что происходит. У нас же что же сейчас в СМИ так же говорят о том, что победа будет за нами, враг будет раздвит. Так, перед нами макет крепости. Мы сейчас с вами коротко увидим про то, как проходила оборона. Вот она граница Советского Союза. Так как крепость 1939 года стала военным городком, гарнизон которого жил обычной мирной жизнью, вскоре на случай военных действий здесь был предусмотрен план, в соответствии с которым практически все воинские части должны были вместе с ветериной организованно выйти из крепости через Северные ворота и продолжать военные действия уже дней. И накануне войны здесь находилось около 8-9 тысяч человек. В 4 часа 15 минут немецко-пашистые захватчики открыли артиллерийский огонь в крепости. А через несколько минут штурмовая группа противника начали крепость управлять. Эта штурмовая группа окружила Брестную крепость Северные. Она ворвалась на Кобринское укрепление, подошла к жилым домам, начала их обстрел и вскоре продвинулась к центру крепости. Еще одна штурмовая группа противника немного южнее крепости окружила. Это подразделение проникло на Волынское укрепление. Там же находился военный госпиталь. Гитлеровцы, не пожалев раненых и больных, находящихся в этом здании, начали его обстрел. И вскоре подошли к центру крепости, к Олмским воротам. Основной удар противника делался с запада, с территории Польши. Эта штурмовая группа проникла на Тереспольское укрепление. И в первые же часы войны часть гитлеровцев подошла к Тереспольским воротам. Таким образом, крепость была окружена полностью в 9 часам утра. Но до того, как крепость окружили через Северные ворота, где-то через Коблинские, отсюда смогли выйти около половины. То есть оборонять крепость осталось примерно 4-4,5 тысячи. В первые же часы войны часть гитлеровцев порвалась в центр крепости. Тут же заняло здание Красноармейского клуба. И эта часть разделилась. Одна подошла к Олмским воротам. Но здесь в казарме находились защитники крепости. И утром 22 июня отсюда была совершена первая организованная контратака, которую поддержали и другие защитники цитадели. В результате этой контратаки часть гитлеровцев была блокирована в здании Красноармейского клуба. Другая же часть к исходу первого дня войны отступила за исходную блокадную линию для того, чтобы сменить тактику. А вообще у них был такой план в ходе молниеносной войны захватить Брестскую крепость сходу лишь за несколько часов. Вот они отступили, поняли, что сходу захватить не удастся, необходимо сменить тактику. На следующий день они вновь напали на крепость, но теперь уже чередовали атаки пехоты с артобстрелом. Он такой большой. Оставалось только одно решение – голодом и, прежде всего, жаждой принудить русские сдаться в плен. А поэтому необходимо было прибегнуть ко всем средствам, ускоряющих их измерение. То есть объявили вскоре ультиматум, либо все сдаются, что выдают своего командира, либо форт просто собрут с лица земли. На этот ультиматум защитники отреагировали так. Они организовали партийное собрание в Восточном партии. Сегодня вы его можете увидеть на картине. А на этом собрании они приняли решение стоять на сайте. После этого началась бомбардировка форта. 29 июня на него было сброшено свыше 20-500 килограммов. Во второй половине, когда он сбросил, приезжал, вы заметили, что он умер в 1979 году. И настолько видимо крепость, вот эти события отложили на него отпечаток, что он, по его желанию, даже был похоронен рядом с крепостью на Брестском гарнизонном кладбище. Можете забираться, пожалуйста. А я сам понимаю, для всех, кого вы прилипли, я так думаю, это очень сложно. Нет, у нас больших полков. То есть мастер это все вырезал. Действительно, очень уникальное панно. И оно воссоздает боль у Холомских ворот в первый же час войны. Здесь по обе стороны от ворот находились защитники крепости. Обороной здесь руководил полковой комиссар Якин Пависевич Фомин. Именно по приказу Фомина утром 22 июня от Холомских ворот и прошла первая организованная контратака. Но вскоре несколько снарядов залетело внутрь казармы, что вызвало пожары. Защитники оттуда вынуждены были отступить. И вскоре они находились в расположении инженерного управления. Сегодня вы руины инженерного управления увидите у вечного огня. Там по приказу полкового комиссара Фомина защитники пытались связаться со штабом. Они очень ждали подкрепления. Они же не знали, что фронт уже далеко отодвинулся. И город Брест был захвачен в первый же день войны в 12 часов дня. И вот они пытались сами доложить обстановку, что-то хоть узнать. И вот на тот момент им казалось, что противник даже весь эфир сумел захватить. Мы говорили, что некоторым защитникам удалось уйти из крепости. И некоторые из них дали принимальное участие в других битвах Великой Отечественной войны. Московской, Сталинградской, Великой Отечественной войны. В ходе этой операции вся территория Беларуси была очищена от немецко-фашистских захватчиков. 3 июля был освобожден город Митц. Это день сегодня мы отмечаем как день независимости. И, конечно, я бы вам выяснил, знаете, фильмы, посмотрели, как тяжело было защитникам Брестской крепости добыть себе в воду. Да. Так как мы попробуем здесь намеренно вводить динозавр. Это все фотографии тех людей, которые принимали участие в юнис-21 в Воронье крепости, либо в боях крайнего города Бреста, а потом уже освобождали другие страны Западной Европы. Что же касается штурма Рейхстага. Штурм его начался 29 апреля 1945 года. А уже 1 мая на фронтоне Рейхстага было установлено знамя победы младшим сержантом Хонтарии и сержантом Егоровым. На здании Рейхстага были оставлены надписи. И для нас наибольший интерес представляет такая надпись «Брест Берлин». Возможно, сюда еще относится лейтенант Сидоров. А вот дубликат «Знамя на победы» в Сирии используется здесь, в Музее обороны Рейхстага. С кем-потерями погибло свыше 50 миллионов человек. Около 27 миллионов это были граждане советской семьи. Погиб почти каждый третий житель в Беларуси. Эта победа, она далась тяжелым взломом. А вводных защитников было достоин самых высших наградок. А указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года Брестской крепости была присвоена высшая саня крепость в Германии. С вручением Ордена Ленина и медали за гражданство. За посещение экскурсии... Экскурсии... Итак, дуб... За посещение... Музея обороны Брестской крепости У нас ушло 63 белорусских рубля. В эту стоимость входило 2 входных билетика, стоимостью 10 белорусских рублей каждый. И 43 рубля за экскурсию. Еще 3 мы заплатили за съемку и фото. Так что я считаю, что это музей, который обязательно нужно посетить, потому что рассказывается, как происходила оборона. Все самые важные моменты по длительности за мной у нас это 45 минут. Идем дальше. Ну пробелиск. Мы сейчас с вами находимся у памятника мужества, который был открыт в 1971 году. Он является символом стойкости, мужества и несгибаемости духа русского солдата. Также возле памятника мужества горит вечный огонь в виде пятиконечной звезды и на нем надпись «Реальна смерть» «Слава героям». И, собственно, указаны города, герои. Пойдем посмотрим. Да, снимем. Разве можно по ним лазить? Зачем мы туда залезем? Нет, по ним можно лазить. Это же руины. Нет, по руинам нельзя лазить. Кто сказал? Там таблички стояли. Это же историческая память. Там еще с другой стороны события войны. Города-герои. Москва, Ленинград, Волгоград, Киев. В Волгограде, кто-то, не было. Киев в том числе. А где? Минск. Одесса, Севастополь, Керчь, Тула, Мурманск, Смоленск. В Смоленске мы тоже побываем. Сейчас пойдем вокруг памятника. Там еще с другой стороны ход обороны обрезка когда-то. Особенно разворачиваемся. Я знаешь, чего не пойму здесь? По руинам не ходить. Посмотри. По руинам не ходить. По руинам не ходить, кстати, да. Понимаешь? Что от 10 до 30 базовых величин. То есть, это руины, а просто, может быть, им сказать нужно. А зачем здесь? А, ну это же все равно нельзя ходить. Я понял. Идем дальше. Да, идем, идем. А вот сюда тоже нельзя? Видимо, да. Так, а по карте у нас получается следующая остановка. Остановка под номером 6. И мы идем абсолютно не туда. Ну давай обойдем и пойдем в цифру 6. Тут съемка? Да нет, мы туда идем. Правильно идем? Вот церковь Свято-Николаевская. Свято-Николаевский гарнизонный собор представляет собой памятник русско-византийского стиля и является архитектурно-композиционным центром цитадели. Здесь можно увидеть ход событий. А, наверху... А, нет, наверху... А, нет, скорее всего, да, наверху нападение. Ниже у нас здание приказа номер 1 насчет обороны. Потом сброс ядерной бомбы. Потом женщины и раненые дети сдались в плен. Потом они сражаются. Сражаются до последнего солдата. Впереди тоже пушек много. То есть так... Ну что, мы очередной раз в храме. Аминец. Сражается. Ну-ка. 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 Продолжение следует... 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 а вон там что за мышь оттуда пришли пищу там наверх можно подняться мужа я не знаю как ты огромный мощный ford которые захватили в первый день я думаю там как раз постелили чтобы идти тут людей кучу ходить смотри там тоже что-то комнаты какие-то а вот здесь кто-нибудь есть а а а а а а Ты что-то вылез? Я просто улыбнул за то. Это ж я не пытаюсь, я сказал. А почему-то мы в другую сторону идем. Нет? Не знаю. Ладно. Идем, идем. Ну вот и все, ребят, мы все просмотрели. Наша миссия выполнена. Мы были в Брестской крепости и посетили 5-й форт. Вы, наверное, все сами видели. То есть мы показали все. В целом, если вы собираетесь сюда приезжать на выходные, то это вообще классные выходные могут получиться. Помимо того, что просто в новом городе погулять, еще посетить очень исторические, памятные места. Конечно же, поездка в музей 5-го форта и Брестская крепость, она тяжелая. Это не про развлечения. Это про то, чтобы узнать, как все происходило. Погрузиться в эту атмосферу. Смотри, а где граница? То что лебеди? То лебеди, то два лебедя. Где? Вон. Лебеди же. Сереж, ты шутишь? Какая гусеница. Приколист, блин. Отпусти ногу. Сереж, ну не смешно. Гусеница. Вот она, гусеница. Лебеди. О, господи. Кто б нас покормил, а? Хочу есть. Есть, хочу. Не надо мне ничего кидать. Что еды вообще? Надо еду. Голодные. А вот, собственно, то, что я говорил, как, какими ставнями вот закрывали окна. Посмотри, просто, блин, это нереально было вообще. Ты видишь, просто рельсы сюда клали вот так вот, все закладывали. Ну вот, видишь, это рельсы, блин, балки такие. И тут еще. Не, это дерево. И как они захватили? Я не понимаю вообще, как захватить могли бы такое. Российской империи он флак, видишь? Да. Вот такими балками закрывались окна. Это дерева чемпионская Eternal. Это деревьero. Субтитры делал DimaTorzok Грибочек прям? Ого! Вот тут хлебушек есть Улица Советская Всего тут, в субботу Очень тепло, классная погода Очень много людей Смотрите, сколько там все там Все запито Ну как? Что больше нравится? Гродно или Брест? Спокойствие Мир Всем мира В общем, не можем найти никак размер Сережи Заходили сейчас обувь, посмотрели Красивая, красивая, конечно, улица И погода тоже сегодня потрясающая И в этом месте уже второй вечер подряд играют музыканты Собирается молодежь Слушают Танцуют Поют Как нам бы обойти, как думают О, вот так О, вот так А внутри солевая Словно рой Текила любовь А, параграф кофе прямо вот здесь 66 советская Мир Горячая Игорь Шуканая Все Словно рейс Словно ром Словно ром Словно ром Словно ром Словно ром Мы пришли в кинотеатр Беларусь на кунг-фу пандо. Такая пальма тут красивая. Пахнет попкорном нереально. Давай купим попкорн. Стоимость 11 белорусских рубликов. А еще я просто обожаю наш баинист, да, Саняна? Я валяюсь на паму гор, как червяк. С детства жизнь моя вся наперекосяк. Канализационный люк моя верь. Но я счастлив по-своему, поверь. Двадцать лет назад сгорел родной мой дом. Документы, деньги, все сгорело в нем. И теперь я побираю двадцать лет. Кану, может, старый, не будешь ты ехать. Я бычу подниму, горький дым затяну. Я туру и полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу. Только кушать охота порой. Вы, ребята, когда пьете вы вино, Мне бутылки вы оставьте за одно. Пожалейте вы несчастному бомжу, А я их в сумку аккуратно положу. И завтра я отнесу приемный пункт. Мне занят шестьдесят копеек, я даду. И я куплю. На этой замечательной ноте мы заканчиваем наш выпуск. И встретимся с вами уже в следующем городе. Это будет Митинск.